Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство L-6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. В эфире Бизнес-ФМ новости. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. В этом выпуске. Нефтеперерабатывающий комплекс Ростовской области хотят продать с молотка. На торги Сибойл выставили за 109 миллионов. Панамский скандал. Более 51 миллиона рублей по фиктивному договору оказались за рубежом. В переводе обвиняют главу Ростовской фирмы. Алкоголь подешевел. Непродовольственные товары выросли в цене. Инфляция в Ростовской области приближается к 10%. Автомобильное движение на Ворошиловском мосту будет меняться каждые 12 часов. В ноябре ведут реверсивное движение. В Ростовской области выставили на торги комплекс по переработке нефти и нефтепродуктов компании Сибойл. Она прекратила работу после прокурорских проверок в конце 2013 года. Как сообщает РБК Юг, со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Сибойла ценили в 109,5 миллионов рублей и продадут одним лотом. Речь идет о производственном комплексе в городе шахты и оборудовании для переработки нефти и нефтепродуктов. Торги состоятся в форме закрытого аукциона. Заявки принимаются до 8 сентября. Ранее имущество уже пытались продать за 121 миллион рублей. Как говорит генеральный директор компании Катенк Дон Игорь Ткаченко, несмотря на небольшую стоимость Сибойла, продать его одним лотом будет сложно, поскольку новому владельцу придется затратиться на очистительные сооружения. Главу ростовской фирмы обвинили в многомиллионном переводе за границу. Как сообщает пресс-служба, возбуждено уголовное дело и начата проверка. Валютная операция по переводу денег в особо крупном размере была произведена по фиктивным документам. Сделку заключили Российское акционерное общество «Твое здоровье» и компания, которая находится в Панаме. За отгруженный товар потребительского назначения должны были перечислить свыше 51 миллиона рублей. Расследование уголовного дела на особом контроле прокуратуры. С начала года инфляция в Ростовской области приблизилась 9%. По итогам минувшего месяца цены на товар и платные услуги выросли на 0,1%. Продовольственные товары, в том числе и алкоголь, подешевели на 0,7%. Они продовольственные, напротив, на 0,4% выросли в цене. Больше всего за этот месяц подешевела плодовощная продукция. А лидером по росту цен стала рыба и морепродукты. С начала года значительней всего снизилась цена на яйца, выросла на фрукты и овощи. Из непродовольственных товаров лидером по росту цен стал бензин и телерадиотовары. На Ворошиловском мосту до ноября этого года ведут реверсивное движение. По словам министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, дата открытия остается прежней. Это 11 августа. Мост будет работать как на въезд, так и на выезд. Изначально открытие рабочей движения по мостовому переходу первой очереди планировали только в ноябре этого года. Порадовать дончан обещают раньше, однако помпезного открытия и красной ленточки ждать не стоит. Мост будет просто открыт для движения. С полуночи до 12 часов дня он будет пропускать автомобили в город, а с 12 до полуночи работать в обратном направлении. Две полосы отдадут автомобилистам, а третью планируют использовать для технических целей. Такая схема будет действовать до 1 ноября. И о курсе валют. По данным Центробанка, доллар установлен на уровне 62 рубля 46 копеек, евро 68 рублей 57 копеек. Цена на нефть продолжила падение, сегодня она установлена в пределах 49 рублей 60 копеек за баррель. И о погоде. 4 августа в Ростове переменная облачность, днем синоптики обещают плюс 34 градуса, ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Это были новости на Бизнес.ФМ. Студии была Инна Панфилова. Выпуск подготовлен информационным агентством ДОН-24, специально для радио «Бизнес.ФМ.Ростов». Школа бизнеса. Вы придумали прекрасный бизнес-проект, подготовили блестящую презентацию, но перед самым выступлением вас одолевает страх. Знайте, вы не одиноки. Волноваться на переговорах или, к примеру, когда делаете доклад на бизнес-форуме, это не только нормально, но и полезно, говорит кандидат филологических наук, тренер-специалист-профайлер Кира Дружинина. Естественно, что, выходя перед аудиторией, мы всегда думаем о том, как нас будут воспринимать. Крайне редко встречаются люди, которые говорят «Да, вообще мне все равно». Некоторые лукавят, некоторые говорят правду, но их крайне мало. И, естественно, когда мы выходим выступать перед аудиторией, а особенно если у нас высокие ставки, особенно если от этого выступления зависит, например, размер инвестиций, конечно же, да, или партнерство какое-то, подписание крупного контракта и так далее, и так далее. Уровень стресса будет выше. Тут надо помнить вот о чем. Если мы говорим о публичном выступлении в широком смысле этого слова, то если мы не будем волноваться, не будет эмоций, и оратор будет мертв. Вот я это так называю. Потому что в этом случае человек выходит, и он не может дать ничего аудитории, кроме информации. Конечно, есть и те, с кем такое безэмоциональное общение только на руку, но это скорее исключение, чем правило. Так что волнуйтесь, но в меру. А как обуздать стресс, когда страх переходит границу, расскажем в следующих программах. Не пропустите тренинги на Бизнес.ФМ. Путешествия У микрофона Лидия Романченко в эфире Бизнес.ФМ. Путешествия по стране. Если где-то и есть кошачий рай, то он на японском острове Тасира. Кошки там составляют абсолютное большинство местного населения. Под их контролем туристическая инфраструктура, архитектура и даже религия. В центре острова стоит храм кошек, а многие дома по форме напоминают этих животных. Да и несчетное количество памятников посвящено исключительно этим милым и пушистым друзьям человека. Местные двуногие, а на острове проживает около ста человек, рассказывают, что кота нашествия, как ни странно, пришло с развитием производства шелка. Пушистиков разводили в качестве стражи. Они защищали от мышей и шелковичных червей. Свою лепту внесло и развитие рыболовства. Теперь на острове у попережья Японии активно развивают туризм и сувенирное производство. Появились календари, магниты, кружки, кошки, а к острову теперь регулярно ходят паром. Есть и несколько кошачьих гостиниц, так что в это путешествие можете смело взять и своего любимца. Только помните, собакам на Тасира вход строго воспрещен. Долететь до кошачьего рая из Ростова-на-Дону можно через Москву. Рейс до города Сюндай, это административный центр префектуры Мияги, будет стоить от 72 тысяч рублей. Если решили провести отпуск со своим питомцем, то следует помнить несколько правил. Летать авиарейсами могут кошки и собаки старше трех месяцев и только в контейнере. В салон самолета пустят лишь животное, они тяжелее 5-8 килограммов. Питомцев покрупнее, если это не собака-поводырь, ждет отапливаемый багажный отсек. О том, что вы хотите взять животное в самолет, следует сообщить авиакомпании не позднее, чем за 72 часа до рейса. Перевозка оплачивается дополнительно, а сумма зависит от массы животного вместе с контейнером. И перед поездкой обязательно узнайте, в авиакомпании ее ограничения и требования по перевозке животных. У разных перевозчиков разные правила. Одинаково обязательным будет лишь наличие специального ветеринарного свидетельства. Путешествуйте по странам с Бизнес.ФМ. С вами была Лидия Романченко. Автоновости Черкесскому автозаводу Дервис грозит закрытие. Авторынок России упал на 36%, а обновленный Ренодастер, едва повисшись на российском рынке, захватил первое место в сегменте. В эфире Автоновости на Бизнес.ФМ. С вами Лидия Романченко. Вольво отзывает автомобили в России. Сервисная компания затронет 837 автомобилей, выпущенных в период с 2011 по 2015 годы. Нынешний российский отзыв Вольво состоит из трех частей. Первый, самый массовый, коснется сразу шести моделей Вольво, появившихся на свет в 2011 году. Как сообщает Росстандарт, причиной незапланированного визита на официальный сервис для владельцев станет опасность того, что ремень приводов вспомогательных агрегатов может соскочить с натяжителя. На сервисной станции, вы же указанным Вольво, при необходимости заменят и ремень, и натяжитель. Вторая компания коснется исключительно 79 хэтчбеков Вольво В40 Cross Country, выпущенных в 2014 году. Их проблема – возможный незапланированный выход из строя левого заднего габаритного огня. И, наконец, в третьем отзыве поучаствуют всего шесть Вольво, сошедших с конвейера между 2011 и 2015 годами. В этих автомобилях с механической коробкой передачи и системой Start-Stop может самопроизвольно разблокироваться электронный стояночный тормоз. Проблему инженеры Вольво решат путем замены их программного обеспечения. Любопытно, что в это же время в Северной Америке компания Вольво объявила о вводе пожизненной гарантии на свои автомобили под лозунгом «Pay once and never pay again» «Заплати один раз и больше не плати никогда». Следите за новостями авторынка на волнах Бизнес.ФМ. С вами была Лидия Романченко. Адреса на Бизнес.ФМ.Ростов В эфире радиостанции «Бизнес.ФМ.Адреса» специалисты архитектуры Яйна Панфилова расскажем о каменных легендах Донского края. Торговые ряды в Ростове – огромный комплекс, состоящий из построенных в разное время и в разном стиле зданий. Переход от деревянных лавок к каменным происходил 1860-го по 70-е годы. Затем на смену пришли корпуса крытых рынков. Они частично сохранились и сегодня. В частности, деревянные торговые ряды в Ростове заменяются двумя каменными корпусами крытого рынка. А затем строится и третий корпус по улицам Почтовой, по Таганрукскому проспекту и в направлении Соборной площади. Там сейчас и находится сохранившийся корпус крытого рынка, построенный по проекту архитектора Соколова, рассказывает доцент кафедры истории архитектуры и искусства Анна Иванова Ильичева. Крытые рынки в Ростове-на-Дону были очень ярким явлением, ярким событием в строительстве архитектуры региона. Первым был рождественский крытый рынок. Он был построен в 1886 году. Второй и третий корпуса крытого рынка были построены уже в 90-е годы. В 1891 году построили второй, затем и третий корпус крытого рынка. Он является самым ярким и самым известным сохранившимся до сегодняшнего времени и находится на углу нынешних улиц Станиславского и Таганровского проспекта. Торговые ряды Ростова вот уже более 200 лет выполняют свою непосредственную задачу, хотя больше нет шумной и многолюдной ростовской ярмарки. Обилие туристов возмещает этот недостаток. Площадь у торговых рядов всегда полна людей. История брендов на Бизнес.ФМ Основанная в 1908 году англо-персидская нефтяная компания уже через шесть лет оказалась на грани банкротства. При более чем убедительных запасах нефти и отменных показателях добычи сбыт наладить не удалось, что и неудивительно. Автомобили тогда еще оставались редкостью, а другие рынки уже были поделены между другими британскими и американскими компаниями. От разорения предпринимателей спас Винстон Черчилль. Он убедил правительство выкупить долю в англо-персидской компании, которую со временем переименовали, назвав «Бритиш Петролиум». История брендов на Бизнес.ФМ Деньги До 1959 года для денежных расчетов в Нигерии использовался западно-африканский фунт, приравненный к фунту стерлингов. Собственная валюта появилась лишь с образованием Национального банка. С 1973 года денежной единицей в Нигерии является Найра. На монетах и купюрах обязательно изображается государственный герб, щит с орлом, который поддерживают вставшие на ДБ и кони. История денег на Бизнес.ФМ Многие декларируют, что сообщают новости первыми. Бизнес.ФМ сообщает новости тогда, когда они происходят. Бизнес.ФМ – единственная радиостанция России, которая сообщает вам главные новости именно в тот момент, когда они происходят. Бизнес.ФМ. Первое. Для первых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова